Василий Макарович Шукшин – выдающийся личность советской эпохи, актёр, режиссёр и писатель. Уроженец Алтая и почитатель творчества Сергея Есенина. Он тоже стал певцом деревни. Шукшин остался в истории страны как самобытная натура. Его дарование выросло на стыке нескольких видов искусств, в каждом из которых он оставил свой неповторимый и значимый след. Василий Шукшин родился в деревне Сростки Бийского района Алтайского края, выходец из семьи крестьян-единоличников или середняков. Василий в детстве потерял отца. В эпоху коллективизации и репрессий 30-х годов Макар Леонтьевич Шукшин был арестован и расстрелян. Все заботы о семье взяла на себя мать. Выйдя замуж второй раз, она продолжила воспитание детей вместе с новым супругом. В будущем Шукшин будет с теплотой вспоминать отчима как человека большой доброты. Мужчина тоже ушел из жизни рано, он погиб на войне. Окончив семилетку в родной деревне, Василий Макарович переехал в соседний Бийск, чтобы продолжить обучение в автомобильном техникуме. Проучившись там два с половиной года, он так и не получил диплома. Будущий писатель и режиссер вынужден был бросить учебу, вернуться домой и начать трудиться. Проработав в колхозе родной деревни, Шукшин снова поменял род деятельности и устроился слесарем. С начала работы в 1946 и до момента призыва в военно-морской флот в 1949 молодой человек успел объездить ряд городов и предприятий. Он строил турбинный завод в Калуге, трудился на тракторном во Владимире, работал на подмосковных стройках. Во время армейской службы в составе Черноморского флота Василий Макарович впервые заинтересовался литературным творчеством. В молодости в часы досуга он написал первые рассказы, которые читал сослуживцам. Но отдать долг родине до конца ему так и не пришлось. Впервые сказались симптомы язвенной болезни желудка. Приступ был настолько тяжелым, что медицинская комиссия признала его негодным для дальнейшей службы в тот же день. По возвращении домой Шукшин сдал экстерном выпускные экзамены за курс средней школы и приступил к работе в качестве учителя русского языка. Позднее он был приглашен на должность директора школы трудовой молодежи в родной деревне Сростке. Однако по воспоминаниям самого Василия Макаровича он был учителем Невожнецким. Преподавание не его в качестве дела всей жизни. Будущий режиссер чувствовал желание покорить столицу. В 1954 году Василий Шукшин поехал в Москву поступать на сценарный факультет ВГИКа. Чтобы дать ему возможность добраться до столицы и использовать свой шанс, мама продала корову и все деньги отдала сыну. Впоследствии выдающийся кинорежиссер вспоминал, что из-за фактурной внешности, а также из-за неоднозначного впечатления, которое он произвел на приемную комиссию, ему предложили поступать на актерский. Но судьба сложилась иначе и Василий Макарович выбрал для себя режиссерский факультет. На этот же период пришелся писательский дебют. По совету наставника Михаила Ильича Рома Шукшин разослал свои литературные произведения в столичное издательство. Здесь первой удачей стала публикация журналом смена его рассказа «Двойной телеги». В то же время начались съемки в кино, первая работа Василия Макаровича была эпизодической. В картине «Тихий дон» ему досталась роль матроса, но это послужило началом актерской карьеры. Подтолкнуло к росту и уже следующая роль в фильме «Два Федора» была главной. Дальнейшие предложения не заставили себя долго ждать. И вскоре Шукшин-актер был гораздо успешнее Шукшина-режиссера. Однако основным призванием мастер чувствовал нечто большее. Первая его самостоятельная работа из Лебяжьего, сообщают, реализовала все амбиции автора. Василий Макарович выступил здесь как сценарист, режиссер и актер. Эта картина осталась без должного внимания критиков, посчитавших ее несколько скучной. Но фундамент собственных проектов Шукшина был заложен. В следующий полнометражный фильм Василия Макаровича «Живет такой парень». Был снят по мотивам ранее опубликованных рассказов «Классный водитель» Игринька Малюгин. На главную роль был приглашен однокурсник Шукшина по ВГИКу Леонид Куравлев. Эта работа получила успех, режиссера заметила публика и критики. В этот период сложилась творческая манера Шукшина. Герои, которых он изображал в своих работах, являются тружениками с непростыми характерами. Тема простого человека была очень близка режиссеру, побывавшему и колхозникам, и рабочим, глубоко чувствующему тех людей, о жизни которых он пишет. Шукшин актер по отзывам критиков обладал способностью смотреть на мир глазами героя, вживаясь во все сложности его характера. Режиссерский стиль Василия Макаровича запомнился зрителям некоторой внешней простодушностью и сдержанной повествовательной манерой. В 1974 году на экраны вышел знаменитый фильм «Калина Красная» – последняя авторская работа Шукшина. Это единственная из картин режиссера, снятая на цветную пленку. Первой официальной женой режиссера была Мария Ивановна Шумская, с которой Василий Макарович познакомился еще в юном возрасте. К сожалению, их жизненные пути разошлись в день свадьбы из-за отказа Марии Ивановны ехать с супругом покорять Москву. Молодую жену пугала неустроенность будущей столичной жизни. Оставив Марию Ивановну в родной деревне, Шукшин уехал в Москву сам и через несколько лет вернулся, чтобы попросить развода, так как его личная жизнь претерпела изменения. Он полюбил другую. На тот момент он уже жил с Викторией Сафроновой, дочерью писателя Анатолия Сафронова. Но Мария Ивановна так и не дала мужу развод. Чтобы выйти из этого положения, Василий Шукшин даже вынужден был потерять паспорт. В 1965 году у Анастасии Сафроновой родилась от него дочь Екатерина Шукшина. Позднее она окончила МГУ, получив профессию филолога и переводчика. Вышла замуж за немца, с которым осталось жить в Москве. Внуков своему отцу Екатерина не оставила. В 1964 году Василий Макарович женился на актрисе Лидии Александровой, исполнившей роль в фильме «Живет такой парень». Их брак продлился недолго. По воспоминаниям Александровой, причиной этому послужили любовные связи режиссера и злоупотребление алкоголем. Так известно, что Шукшин признавался в любви, но не Мордюковой. Однако Нона Викторовна позже рассказывала, что до серьезных отношений у них так и не дошло. В число возлюбленных писателя поклонники его творчества включили и Беллу Ахмадулину. На съемках картины «Какое оно море» Шукшин познакомился с актрисой Лидией Федосеевой. Долгое время он не мог отдать предпочтение одной женщине и поддерживал отношения с двумя сразу. Лидия Федосеева родила мужу двух дочерей, Марию и Ольгу, оставаясь рядом с ним до самых последних дней его жизни. Позже дочери писателя и режиссера стали актрисами, а Мария Шукшина ввела популярную программу «Жди меня». Пять внуков Василия Макаровича появились на свет спустя много лет после его смерти. Четверо из них – дети Марии. Старшая Анна окончила продюсерский факультет в ГИКа. Средний Макар получил юридическое образование. Младшие Фома и Фока воспитывались в строгости, каждое лето проводили в военно-патриотическом лагере. Ольга назвала единственного сына в честь отца – Василием. Он стал экономистом, одно время жил с матерью в монастыре. Тайна смерти Шукшина так и осталась не разгаданной до конца. Во время съемок последнего фильма с его участием «Они сражались за родину» у Василия Макаровича наблюдалось очередное обострение язвенной болезни. Временами приступы были серьезными. По свидетельству очевидцев, он ходил бледный как смерть. По расхожей версии, несмотря на то, что после рождения детей режиссер завязал с алкоголем, пагубное пристрастие его и убило. Причиной смерти стал инфаркт миокарда. Сердце оказалось изношено неправильным образом жизни в молодости. Однако известна и другая версия, по которой писателя могли отравить. Никто в итоге так и не рассказал правды, но супруга Лидия Федосеева Шукшина вспоминала, что муж чувствовал опасность и предполагал, что с ним может что-то случиться. Однако великий режиссер Сергей Бондарчук проронил, что Шукшина могли отравить. Ведь накануне съемок тот обследовался в кремлевской больнице, и никаких серьезных патологий выявлено не было. По слухам, в каюту теплохода, где нашли тело писателя, могли пустить инфарктный газ, который не оставляет следов воздействия. Официальной версии смерти как раз и был признан сердечный приступ. Василий Макарович был похоронен 7 октября 1974 года на Новодевичьем кладбище столицы. На похороны пришло огромное количество людей, и все оставляли на могиле веточку красной калины.